Мы плавно перешли в следующий час, и у нас в гостях программа «Тайная и явная» у микрофона Майкл Мелехов. Да, добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели города Чикаго, ну и те, кто нас смотрит и слушает по интернету, на канале Центра Сангейт, руководителем которым я являюсь, сейчас идёт прямая трансляция. То есть можно слушать не только в живом эфире и телефоны, на всякий случай, которые, конечно же, радиослушатели города Чикаго и радиорезонанс знают, но тем не менее я их повторю. 847-498-3367 – это телефон живого эфира. 847-595-0904 – это смс, который вы можете посылать, естественно. Ну, на всякий случай, мой телефон – это 847-226-9956. Ну и мы начинаем нашу программу. Интересная дата. Сегодня дата такая – 10 октября 2017 года. Если мы просуммируем все цифры, мы увидим 10-е, 28-го – 10, 2017 – 10. Вот у нас, таким образом, три десятки, что в сумме дают тройку. Да, у нас есть в эфире гость. Давайте мы его представим, этого гостя. Сегодня мне помогает нумеролог-предсказатель, человек-рентген, так его называют. Гор, рад приветствовать вас в эфире, во-первых. Здравствуйте. Скажите, такая дата интересная. 28 октября 2017 года. Три десятки у нас. Десятый месяц, 2 плюс 8 – 10, 2017 – тоже 10. Это совпадение или это какой-то смысловой, вот какая-то такая нагрузка, скажем так? Совпадение с чем? Совпадение трех десяток. Не несет ли в этот день что-то такое необычное, может быть? Вот, ну, единица – это, как мы знаем, солнце, правильно? Нет, необычное будет через три дня. Необычное будет. Вот. У нас сразу появилась интрига. Необычное будет через три дня. Где она будет необычная? Хэллоуин. А, это вот необычное. Но, может быть, нумерологически есть какая-то все-таки подоплека этого праздника? Могу есть, но это не для эфира. Не для эфира? Ну вот. Еще одна интрига. А где, тогда, если не в эфире? Можно будет в закрытой группе. В закрытой группе. Договорились. Тема у нас сегодня о таком неоднозначном человеке, довольно известном и серьезном продюсере в Голливуде Харви Вайнштейн. И вот скандал, который разразился совсем недавно в связи с тем, что начали сыпаться буквально письма и какие-то новости поступать о том, что он чуть ли не сексуальный маньяк. До сих пор, за столько лет его работы там, он там открыл огромное количество звезд и там поставил сумасшедшее количество каких-то очень серьезных фильмов. И вдруг, ни с того ни с сего, вот именно сейчас появились вот такие вот новости. Ой, если кто-то был или не знал, да? В Лас-Вегасе в ночь на 2 октября на фестивале Country Music Road 9.1 произошло самое массовое убийство в историю США. Ну, в современную историю. Как пишут официальные СМИ New York Times, 64-летний американец Кивен Попедок открыл стрельбу по толпе от балкона отеля. Погибших было очень много. Но перед штурмом полиции он покончил жизнь самоубийством. Вот такая ситуация. Ну, а какое это событие имеет, трагическое событие имеет связь со скандалом этого Харви Вайнштейна в Лос-Анджелесе? Да. Буквально через 3 дня, 5 октября, сразу после бойни, New York Times опубликует интервью актристо Эшли Джаддс о якобы сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Кто не знает или забыл, да, Харви Вайнштейн – это основатель одной из самых влиятельных американских компаний, компания Миромакс. Многие смотрели фильмы, компания хорошая. И это отличная компания вообще. В то же время New York Times ничего не сказала о крайне затрудительном материальном положении Эшли Джаддс. Это как бы, ну, она дала виток вот этой, я не скажу, истерии, но что-то вроде того. Я считаю, что это, ну, она была в этом заферитована. Ну, конечно, не та твоя подача. Ну, понятно, а как все-таки, какая связь? В мае текущего года Харли подвели под криминальную ситуацию. В мае? Какого? Восемнадцатого? Этого-этого текущего года. Восемнадцатом? Восемнадцатом. Восемнадцатом. Восемнадцатом года. Да, в восемнадцатом году. На тот момент он был в ББУ достаточную диму. Ну, он удар выдержал. Он очень сильный человек. Его жена, как... Жена Рот, фамилия Чапманда. С октября этого года она была практически постоянно на успокоительных. Ну, и опять-таки, несмотря на то, что и она достаточно сильная, и волевая женщина. Кстати, она увлекается оккультизмом. И у нее в будущем будет еще ребенок один. Так как брак Жаржины с Харви был неудачным для обоих. Он был обречен с самого начала. Они не приживутся. Они очень сильные обои. Ну, вот берем теперь трагедию. Ну, в большей степени Харви был... Его говорили. Его оговорили. Такой вины большой, его нет. Потому что событие... Огромное событие, трагедия, перекрыло другое. Событие... События студии Миромакс. А как они между собой связаны все-таки? Берем трагедию. Трагедию Лас-Легаса. Событие такого плана тщательно планируется. Каждая деталь, в том числе и даты, и время. У нас пропало. Сейчас попытаемся связаться. Попытаемся связаться. Ну, хорошо. Дорогие друзья, пока мы связываемся с гором. Еще раз. Нет смысла анализировать причины на самом деле. То есть речь идет только о нумерологических каких-то вещах. И вот это самое главное. А все остальное, это уже, ну, так, мнение, домыслы и так далее. Мы там не были, мы не были в шкуре, скажем, этого человека. Поэтому очень трудно, трудно это все сказать как-то достоверно. Вопрос такой. Дата. Дата рождения есть определенная. И мы должны посмотреть, изменится ли ситуация в личной жизни. Во-первых, человек, который родился в эту дату, первое число, но вот как 28 число сегодня, эта сумма дает 10, да? Это десятка. И это означает, что человек имеет возможность какие-то все для себя организовывать царских кровей, можно сказать. То есть обладает очень и очень серьезными качествами. В то же время эти качества могут служить плохую службу, поскольку это единица, солнце — это эго. Вот. А эго, сами понимаете, может работать в две стороны. С другой стороны, суммарное число вот этой даты, суммарное число этой даты, тоже будет тройка, вот как, допустим, сегодня тройка. То есть это человек по своей природе учитель-образователь. Целеустремленности не хватает. То есть как бы недостаточно знает, о чем можно говорить. То есть, ну, как бы совершенно непредсказуемый человек может менять свои цели. То есть экстренно, как-то внезапно. И часто выбор может быть неоправдан и необъясним. Сильная энергия. Но если эту энергию использовать для целей возмещать недостаток, скажем, физухи или здоровья, к сожалению, нет от рождения здоровья. То есть рекомендация такая. Первое, не перетруждаться, не перегружаться. Второе, заниматься энергетическими видами каких-то гимнастик, будем так говорить. Йога или там тайчи, или там цигуны и так далее. Гор, слышно меня, да? Да, слышно. Я сейчас назову дату рождения, конкретную дату рождения. 28 января 1972 года женщина. Первый вопрос. Ситуация в личной жизни изменится ли? Ну, если изменится ли, тогда, конечно, её нету, да? Скорее всего. Но это вы скажете более предметно. А второе, рекомендуется, опять же, астрологами, рекомендуется переезд в другой город. Какой город благоприятен? В другую страну, точнее. То есть речь идёт, наверное, о России. Я не знаю, где она проживает, эта женщина. Но вот рекомендуется переезд в Бразилию конкретно. Действительно ли это страна, которая так благоприятная для переезда? Когда стоит переезжать? Вот такой вопрос. Ну, эта женщина должна была бы переехать ещё в начале года. В первую численность января этого года. Вот практически год она уже эту мысль держит. Так и не переехала почему-то. Хотя переехать должна была. Она... Следующий переезд у неё будет. Должен быть. Должен быть. Это... Сейчас, минутку. Это должен был быть июль. В июле должна была переехать ещё раз. Ну, это должна была. Но она не переехала. Да, должна была. Да. Она... Она не переехала. Ну, для неё это благоприятно. И когда ей стоило бы переехать всё-таки. То есть Бразилия, Рио-де-Жанейро, да. Да. Где входят, там, в белых странах все, мы знаем. Бразилия хорошая страна. Я был в Рио. Да, я тоже. Мне понравилось. Да. Она должна переехать в любое время, в любое время, но до... У неё времени в запасе меньше года. Ага. До января... До января 19-го года. До января 19-го года. Проживает она в настоящее время в Париже. Ну, тоже неплохой городок такой, знаете. Да. Вот такой. Неплохой. Хорошо. Кстати, она неплохая тоже. Немножко строгая, но неплохая. Понятно. Гор, ну, мы расстались на том, к сожалению, выбил интернет, когда вы хотели объяснить связь, да, связь именно всё-таки этих двух событий, на первый взгляд, совершенно не имеющей никакой связи. Скандал Харви Вайнштейна в Лос-Анджелесе и трагическое событие, которое произошло в Лас-Вегасе. Это нумерология. Это скандал 5 октября. Да. То что? Да, это чисто такая была. Если бы не скандал, это чистая кабала. Если бы не скандал 5 октября, то 2 октября, это был бы большой переполох по всем штатам. Поэтому одно событие перекрыло другое. Они были как бы два важных события, но одно перекрыло другое. Хорошо. Это было рассчитано. Я понял. А скажите, можно ли было спрогнозировать в карте самого Харви то, что будет вот этот скандал? Ну, человек живет, живет. И много лет все здорово, замечательно. И вдруг ни с того ни с сего... По карте его же жены, Чапман, можно его прогнозировать. Элементарно причем. Серьезно? Так же, как и развод. Она подала на развод. Да. Что очень легко. А чего же она не подала на развод раньше? Да раньше время не подошло. То есть, короче говоря, есть в карте каждого человека. Ну, Майк, если брать так, то практически они почти уже не жили нормально. И, кстати, развод ее по судьбе, это нормально тоже. Развод что? По судьбе? По судьбе, да. Именно у нее, у Чапмана. У нас есть вопрос по СМС. Скажи, пожалуйста, город 9 ноября 1967 года. Это мужчина или женщина? Не написано. Дорогие друзья, хотя бы обозначьте, кто... Какого пола вы, простите, гендерная... Сейчас это уже не модно. Сейчас это неинтересно, да? 9 декабря 1967, да. Личная жизнь? Личная жизнь. Календарь. Плохой личной жизни. Закружается буквально на днях. Или уже закрылся на днях. Это женщина. Развив отношений с прошлым. И начинается новая жизнь. С ноября уже будет новая жизнь. Ну, где-то... В половину ноября. Подождать немножко осталось. Ну, хотя жизнь, конечно, будет тяжеловатая. Ну, сложно будет. Человек умный, хороший человек. Это женщина. Женщина, да. Добавление. Салость, она женщина. А вот с чем это могло быть связано? Как вы считаете? Ну, пришло время. Это все чисто в кабала, в нумерологии. Я, в принципе, их не разделяю. Это одно и то же. Есть кабала, а есть нумерология. Кабала, она важней. Она правильней. Хорошо. А какая перспектива, будем так говорить? У нее? Да. Следующий год будет нормальным. А 19-й будет похуже. Перспектива в личной жизни, имеется в виду? В личной жизни? Ну, не очень. Не очень? Не очень хорошая. Ну, хорошо. Давайте я добавлю, уважаемая дама. Значит, понимаете, какая вещь, вот то, что, скажем, вижу я. А у вас категорически нет желания создавать семью, и никогда ее не было. То есть человек сам по себе, вот вы сам по себе, не семьянин. То есть у вас семья стоит не на первом месте. То есть вы, как правило, не спешите создавать семью. То есть вас больше интересует работа, карьера, друзья и так далее. И у вас изначально такого желания нет. Вы сами понимаете. Если у человека нет желания, тогда вы же, это же не просто вы сами по себе изолированы находитесь. Вокруг вас находится пространство. Пространство и вы, и мы, и все, это все энергии. И то, скажем, ваши мысли, ваши желания, они материальны. Мы это уже знаем, это уже доказано. То есть то, что мы пожелали, то мы и получим. Если мы пожелали или мы как-то в плохом настроении находимся, или в негативности какие-то, мы и получим это все, это, по-моему, уже довольно известная вещь и всем понятная. Поэтому вам надо создавать желание и стремление для того, чтобы вот это все произошло. У вас этого, к сожалению, нет. Кроме этого, на это есть причины. С моей точки зрения, вы одна с этим не сможете справиться. Во-первых, если вы уже до сих пор не справились, вам уже, скажем, ну, скоро будет достаточно серьезная у вас дата, будет юбилейная, правильно, то вам надо просить помощи. Это с моей точки зрения. Если такое намерение у вас существует, перезвоните, пожалуйста. Мы сможем вас направить к людям, которые вам объяснят. У вас нет контакта с родителями. И, скорее всего, ну, с моей точки зрения, это, скорее всего, с отцом. То есть или не было, или рано ушли кто-то из родителей. Понимаете, это тянется издалека. Где-то что-то было такое. Вот. Вам этим вопросом надо без сомнения заняться. Вот. Кроме этого, как-то энергии у вас маловато. То есть как-то вы руки опустили, но уже живете вот так вот, как бы по инерции. Понимаете? Кроме этого, по целям, понимаете, у вас есть или слишком завышенные цели, или у вас есть много этих целей. То есть тормозитесь вы сами. То есть надо определиться по целям и поставить приоритеты. Имея в виду о том, что всё-таки где-то есть достаточно главная цель. Вы, в принципе, должны быть очень целеустремлённые, но вы идёте к этой цели на пролом. Понимаете? Здесь надо, ну, скажем, можно вот проломать, так условно говоря, стену, а рядом дверь. Поэтому надо подумать, осмотреться. И, может быть, легче всё-таки не проламывать стену, а войти в дверь. У вас есть все качества, вы совершенно удивительная интуиция у вас есть и удача. В принципе, вам надо обратить внимание на ваше здоровье. Тут есть нюансы. Это не для эфира, короче говоря. Хотите, позвоните, побеседуем. Если вы на этой территории, конечно, я не знаю. Но, тем не менее, это Viber, это WhatsApp, 1-8-4-7-2-2-6-9-9-5-6. Ну или пишите, пишите. Можно на радио, можно sungatecenter.gmail.com. Давайте переймем звонок для начала. Алло, алло, вы с нами. Алло, здравствуйте. Я бы хотела узнать, значит, девушка, 21 августа 83-го года. О личной жизни, пожалуйста, если... Она есть или нету её? Перспективы. Перспективы личной жизни? Даты записали, да? Дата есть? 21 августа 83-го. Понятно. Гор есть? Записал дату? Алло. 21 августа 83-го года. 21 августа 83-го года. Что нужно узнать? Личную жизнь? Да, хотелось бы. Майкл, личная жизнь? Личная жизнь сложная. Она человек сильный. Угу. Частично авантюрный. Но добрый. Кстати, любит животных. То есть, с животными всё в порядке, а вот в личной жизни... Всё в порядке, да. Не очень, да? Хотя в личной жизни должно было быть нормально сейчас. Ну, лично у меня есть мнение. Я могу сам или подождать, пока вы скажете? Можно сам. Ну, я пока... Хорошо. Ну, не знаю, кто звонил, мама или сама девушка. Дело в том, что зашкаливающая авторитарность, первое. Второе — это, что человек, в принципе, и они работают одна, опираются на другую. Одна без другой жить не может. Если вы хотите, чтобы было мир и согласие, вы должны жить, каждый из нас, и мужчина должен жить, как бы так, условно говоря, жизнью женщины, и понимать, о чём идёт речь, и сообразовываться с её чаяниями и устремлениями. И то же самое женщина должна, причём женщина всё-таки находится за мужем, да, а не перед мужем. Поэтому здесь момент именно такой. Всё-таки приоритет в семье должен быть у мужчины. Ну, я думаю, что когда первый мужчина принёс первого мамонта в пещеру, женщина поняла, что замуж выходить нужно. Ну, вот видишь, от этого же всё и пошло. Как сейчас, полно. Да, конечно, да. А до мамонтов, это вообще-то говоря, до мамонтов, да, было физическое общество, оно знало, как надо себя вести, чтобы не иметь проблем. Ну, сегодня в нашем обществе этому не обучают. Поэтому у нас зато обучают бизнесу, каким-то наукам совсем не тем. А как быть счастливым, то ли в браке, то ли без брака, к сожалению, этому не обучают. Тут есть ещё момент какой, опять же, очень и очень важный. Смотрите, подавляющее большинство людей, которые спрашивают, и не важно, это женщины или мужчины, они не имеют связи со своими родителями. Лишний раз говорит это о чём? Это говорит о том, что обязательно надо восстанавливать эти связи. Ну, можно задать себе вопрос, а как их восстанавливать, если они потеряны, и наших родителей уже нет. Ну, есть люди, оказывается, которые могут помочь в этом, то есть они связываются на тонком плане с нашими предками и налаживают эти связи, которые потеряны. Это первое. Но это не значит, что они за вас делают или за нас делают эту работу, мы должны сами это делать. Существуют методики, то есть надо самим просить прощения, и это прощение должно быть радикальным. Есть такая, скажем, и книга есть такая, есть такое направление, оно так и называется, radical forgiveness или радикальное прощение. Других вариантов, к сожалению, нет. Ну, и мы это понимаем, но мы начинаем это понимать, когда их уже с нами нет, к сожалению, зачастую, что уделяли мало внимания. Ну, и это не обязательно, что только с нами может быть, у них карма такая может быть. И есть родители, которые бросают детей своих, к сожалению. Вот, поэтому надо идти уже и не только к ним, а надо идти, скажем так, в прошлое, и к бабушкам, и дедушкам. И это очень и очень серьёзные вещи. Этому тоже нас никто не учил. Это только сегодня мы, может быть, готовы к этому идти, к этому познавать. Но, повторяю, уже пора, пора. Сегодня мы находимся в таких энергиях, в таких трансформационных циклах, без которых, без понимания вот этих вещей мы не можем выживать уже. Речь идёт даже о физическом выживании. Сами понимаете, если где-то дисгармония, если нету где-то, а мы этого хотим, мы этого хотим, у нас не получается. Вы понимаете, энергия не проходит, и рано или поздно это отразится где-то в чём-то. И на здоровье в первую очередь, безусловно. То есть гармония должна быть в душе, и всё должно быть в порядке. Тогда легче справляться на физическом уровне. А когда там нету, что толку лечить того, чего уже нету? У нас появился гор? Пожалуйста. Ну вот, долгожданный город. То есть, давайте тогда мы вернёмся, вернёмся к тем вопросам. Там много вопросов было. Когда, простите, Гор, вы написали о том, что она выйдет в январе замуж? Речь была о ком? О какой женщине? 21 августа 83-го года? Да, она. Окей. Понял. 4 ноября у нас будет грандиозное событие. В центре Сангейтс будет проходить, на территории центра Сангейтс, это угол Данди и Милуоки, будет проходить встреча на большом экране гор, и будет участвовать и Эльза Хопотниковская, грандмастер Таро. И поэтому все вопросы, которые вы хотели бы задать, вы можете им задать именно в этот момент. Поэтому, пожалуйста, 4 ноября это будет 11 часов утра по времени города Чикаго или 19 часов по московскому времени. Гор, был вопрос. 3 ноября 1977 года, по-моему, да? 3 ноября 1977 года. Да, женщина позвонила 3 ноября. Это был вопрос у нас. Нет, 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 нет. Это был еще до того. А, это еще был до. Да, 3 ноября 1977 года. Личная жизнь, да? Тоже личная жизнь, да. А потом был еще третий вопрос тоже от женщины, тоже личная жизнь. Только первая. Да, я на них попытался ответить. Но как вы это видите, как вы считаете? Ну вот по этой женщине, у нее проблема в личной жизни бесконечная. Ну это как? Понять? Ну, у нее, у нее, у нее много мужей. Не один и не два. Она, понимаете, в чем дело? Она, она как, ее, ее миссия, да, это взять мужчину, поднять его и уйти. Найти второго, поднять и уйти. Помогает, ну как, помогает расти. Вот карьера и такое вот. Вот, в чем проблема ее. Она не хочет, ну, в стабильности. Ну, в личном плане. Приключения. Это точно. Так, а вот такой интересный вопрос. Учитывать клиническую смерть при расчете в нумерологии, учитывать, ну, непонятно, учитывая, как работает дата клинической смерти. То есть, можно ли увидеть какие-то вот такие, ну, что ли, фатальные события в карте человека? Да, можно увидеть. Можно увидеть? И смерть, да, и инсульт, инфаркты. А отсюда 11-й это ноябрь, да. 1 ноября 75-го года. Тоже женщина, тоже личная жизнь. Вопрос. Ну, сейчас у нее должны быть сложности, типа, ну, типа ссоры или развода. А, ну, если берем личную, вернее, если берем семейную жизнь. Ну, там, там, ну, короче, развод. И, ну, и в общем... Сейчас, секунду. И ноябрь, этого года, ноябрь, ей изменят. Вот. С тем бы она ни была, ей изменят. В ноябре. Даже так? Да. В ноябрь, декабрь максимум. У нас была дата? Да. Давайте дата. Еще дата. Посмотрим. 20 июля, 20 июля 1963 года, мужчина. Ага, да. Еще раз. 20 июля 1963 года, мужчина. Все. А что, вопрос какой-то? Нет вопроса. Ну, может быть, его объединить с теми двумя женщинами, как раз 74-го и 77-го года. Может, у него фатальное событие в его жизни, она хочет узнать. Фатальные прошли, они прошли, они были уже в последнем лета. Я думаю, личная жизнь. И день. Два? Двадцать. Двадцать, в первую очередь. Ну, что можно сказать по этому поводу? Да. Ну, хорошего ничего. В каком смысле хорошего ничего? Жить-то будет? Нет, мы... Что же вот так-то как-то его... Мы говорим про финанс. А, то есть, бедный будет, бедный он будет, да, но зато счастливый, бедный? Ну, так, он умный, он для работы. А почему, если он такой умный, почему он такой бедный тогда? Вопрос задают часто. Как вы ответите на этот вопрос? Ну, это еще Сократу задавали такой вопрос. Сократу задавали, да. Да. Каждому свою. То есть, ему богатства не надо, да? Ему надо на это не ориентироваться. Ему надо как раз многое нужно. Ага. И что ему делать все-таки? В чем у него проблемы, короче говоря? В чем у него проблема в том, что ему нужна сразу и много. А может по частям возьмете, да? Нет, я хочу. Частями не возьмет. Частями не возьмет. Не тот, что я этих. Частями брать. Он слишком долго ждал этого момента. Может, в предмомент он будет богат. Когда? Хотелось бы знать. Это будет следующий год. Следующий год. Конец следующего года. Понятно. Ну, уважаемый мужчина, с 63-го года, то, что вижу я, у вас есть хорошая интуиция. Вы можете работать шпионом, ну, или ловить шпионов, или работать шпионом. Но, в принципе, да, у вас есть хорошая интуиция. Майкл, 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 вы сам шпион. Ну, значит, сам шпион, да. У нас время, да? Нам показывают время, дорогие друзья, к сожалению. Цикель, цикель. Да. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok